Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы пригласили гостей, которые нам обязательно там расскажут. И первый человек, которому я хотел бы предоставить слово и задать свои вопросы, это генеральный директор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия Магомед Кедриев. Магомед, как обстоят дела с оплатой взносов по капитальному ремонту в Ингушетии? Конечно, дела обстоят не очень на сегодняшний день. Почему? Потому что собираемость, как бы мы ни доводили до собственного помещения, остается на низком уровне. Если в целом по России она составляет порядка 87%, то в нашей республике в среднем месяце она составляет 36-37%. Учитывая вот это, учитывая то, что это недопустимо, нами регулярно проводится разъяснительная работа в собственном помещении, также проводится и по квартирному оплоду, и цели доведения необходимой информации до собственного помещения, чтобы собственники наконец-то поняли, что взносы на капитальный ремонт, они обязательно, что их нужно оплачивать. А вот ваши беседы с этими собственниками, насколько они продуктивны? По сравнению с 2017 годом, например, в этом году есть какая-то динамика в положительную сторону? Конечно, динамика есть и беседы, и если говорить с начала создания фонда капитальный ремонт, результат, конечно, есть. Почему? Потому что если в 2014-2015-2016 годах, это то время, когда система была новая, соответственно, все новое для граждан, оно как бы непонятно, то в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, у нас процент увеличился, сбор платежей увеличился аж за один год на 37,5%. Если он составлял 1,8-2% ранее, то уже в начале 2017 года он составлял порядка 37-38%. В этом есть какая-то динамика, но все равно, учитывая, что в республиканской программе капитального ремонта сегодня еще дополнительно включены многоквартирные дома, и с учетом того, что нам необходимо год реализовывать краткосрочные планы, куда включается порядка от 8 до 10 многоквартирных домов, для этого нужны необходимые средства. И, соответственно, если у нас не будет сегодня сбора на том уровне, в котором он должен быть, то, соответственно, и проведение капитального ремонта, он остается под вопросом. А вот, Магомед, чем руководствуются люди, когда Вы им говорите, что нужно платить? Чем они обосновывают свой отказ? Потому что многие люди отказываются платить. Первое, это то, что, если говорить на чистоту, нежелание платить. Нежелание, люди уже привыкли. Не оплачивать коммунально не только фонд капитального ремонта взносов, но и за другие коммунальные услуги, в том числе за газ, за свет, за воду. Это тот продукт, который мы ежемесячно употребляем. Второе, это ссылается на отсутствие информации в то время, когда мы, квартал, проводим такую разъяснительную работу. И через средства массовой информации, в том числе через Ваш канал, через другие каналы, через радио, через печатные издания. По квартирной обходу мы проводим. Все работники фонда в этом участвуют. Но, несмотря на это, бывают собственники, которые заявляют, что они первый раз об этом слышат, что они не знают о системе капитального ремонта. Хотел бы сразу сказать, что незнание, это понятно, но, к сожалению, не освобождает от ответственности оплаты взносов на капитальный ремонт. Так как все это регулируется в ЖК РФ, где четко прописано, что собственные помещения обязаны ежемесячно перечислять взносы на формирование фонда капитального ремонта на квартирном доме, в котором они проживают. Это обязанность установлена законом. А вот вопрос. В 2017 году мы помним, что 1 квадратный метр в рамках фонда капитального ремонта оплата стоил 5 рублей 90 копеек. Эта стоимость сохранилась или возросла как? Нет, с 2018 года она чуть увеличилась, с учетом редакции. На сегодняшний день она составляет 6 рублей 30 копеек. То есть, с квадратный метр у нас увеличилась на 40 копеек в этот период. Понятно. Я бы хотел немного отойти от непосредственно самого фонда. Обратимся, друзья, перенесемся немного в Карабулак. Азалил Джандигов, замглого администрации города Карабулак. Вообще, как обстоят дела с оплатой взносов пока по ремонту в Карабулаке? Точную цифру сказать, на каком уровне, это более детализировано, конечно, регионально. Но мы к этому еще вернемся. Оператору ответит. Но при проведении сходов граждан в обязательном порядке у нас в повестку включается разъяснение о необходимости взносов на капитальный ремонт. Зачастую жители у нас путают, буквально на дня тоже люди обращались, просили дать разъяснение, что к ним поступают квитанции с двух органов. От организаций, осуществляющих управление на квартирными домами и с регионального оператора, где люди, где население не совсем так имеет представление, что такое региональный оператор, что такое капитальный ремонт и что такое ремонт и содержание. Нашими специалистами и мною лично проводятся разъяснительные беседы, у кого возникают вопросы. Также, как я уже сказал, при сходах граждан мы в обязательном порядке включаем вопрос разъяснения норм законодательства по проведению капитального ремонта. Мы приглашаем представителей регионального оператора, а также представителей инспекции стройжилнодзора, которые имеют контрольные функции за деятельностью регионального оператора, за проведением самого капитального ремонта. А вот вопрос, который я наблюдаю, что многие люди, живущие в этих домах, это новый микрорайон, который находится на въезде в Карбулак, да, относится он к Яндере, насколько я понимаю. Но много жителей этого микрорайона обращаются в администрацию Карбулака, как честно бывает. Вообще, а как обстоят дела вообще вот с этим районом? Вот с этим районом у нас, когда этот сам микрорайон вводился в эксплуатацию, администрация города Карбулак, так как Яндере не имела на квартирных домах, сельское поселение, по организации тех или иных работ, по предоставлению коммунальных услуг, по разъяснению и так далее, осуществляла администрация города Карбулак. Но на конец 2017 года мы с представителями Назрановского муниципального района провели там встречу, где мы расставили точки, так как мы не можем, не имеем таких полномочий в чужом муниципальном образовании какие-либо мероприятия проводить. И с этого периода и сельское поселение Яндере, и не только сельское поселение Яндере, они там в районе самого микрорайона организовали, типа, местную администрацию, чтобы людям была доступна муниципальная власть, наверное, на месте. На сегодняшний день администрация города Карбулак какой-либо деятельностью на территории данного микрорайона не занимается. Увы, мы звали представителя администрации сельского поселения Яндере, но, к сожалению, человек до нас не доехал. Не знаю, в любом случае будем надеяться, что все хорошо. Возвращаемся к капремонту. Магомед, вообще ситуация, вот как вы принимаете вот взносы? Их нужно оплачивать через почту, нужно приходить вам платить. И самый главный вопрос, который волнует всех людей, куда уходят эти деньги? В какой накопительный фонд? Или это не накопительный фонд? Всем собственным помещениям, которые выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, им мы направляем ежемесячно платежные документы к каждому собственному помещению по месту фактического нахождения помещения. Соответственно, в данном платежном документе указаны все реквизиты счета и номер лицевого счета в собственном помещении. Ему просто нужно прийти в банк или же на почту, показать данный платежный документ. Соответственно, или почта, или банк примут платеж и выдат соответствующую квитанцию о приеме платежей. Далее, эти средства со счета почты или со счета банка зачисляются на общий котловой счет регионального оператора. И они находятся на этом счету до того времени, когда уже появится необходимое перечисление подрядной организации на проведение самих работ, ремонтных работ того или иного дома. Ни на какие цели, другие цели эти средства не могут быть потрачены, кроме как на сам капитальный ремонт, в том числе на хозяйственные нужды фонда и на зарплату. Мы зарплату получаем с республиканского бюджета. Эти средства, средства собственного помещения, которые они перечисляют, как я ранее сказал, на лицевые счета и в дальнейшем аккумулируются на общий котловом счете регионального оператора. Эти средства уходят на проведение капитального ремонта на квартирном доме, в котором они проживают. Именно вот если я плачу, живя в этом доме, я плачу только за то, что будет делать ремонт мне, да? Нет. Дело в том, что если вы хотите платить, чтобы ремонт производился на те средства, которые вы платите только в отношении вашего дома, то здесь уже нужно принять другие меры, а именно выбрать формирование фонда капитального ремонта, способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. То есть для этого вам нужно создать ТСЖ, своего многоквартирного дома, определить владельца специального счета, открыть себе специальный счет в банке и перечислять средства на данный счет. И, соответственно, завтра, послезавтра, когда наступит срок проведения капитального ремонта, вы уже, жильцы этого дома, будете уже проводить капитальный ремонт в отношении вашего дома, согласно республиканской программе. И будет это проводить владельца специального счета. Ну и, следовательно, если у меня есть специальный счет, то я могу в любое время затребовать ремонт дома. Правильно, если... Нет. Если есть такая необходимость, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, если есть, допустим, необходимость перенесения срока проведения капитального ремонта, если у вас будут уже накоплены необходимые средства для проведения этого капитального ремонта, то да, в этом случае вы можете оплатиться в упомянущий орган республики, и глушете с просьбой перенести сроки проведения капитального ремонта. Для этого, опять, нужны необходимые некоторые документы, именно акт социальной международной комиссии о том, что, да, действительно, есть нужда проведения, досрочного проведения капитального ремонта. Но здесь задается такой вопрос, можно сказать, дело в том, что у нас вот в республике, в республиканскую программу включены 287 квартирных домов. Из них на сегодняшний день перешел на специальный счет и формирует фонд капитального ремонта на специальном счете один квартирный дом, расположенный в городе Магац. И вопрос такой, завтра, послезавтра, при наступлении срока проведения капитального ремонта, если собственные помещения, проживающие в данном доме, не смогут собрать необходимую сумму для проведения данного капитального ремонта, то орган местного самоправления, соответственно, принимает решение о возврате данного дома в общий котловой счет фонда. Чем лучше общий котловой счет в формировании фонда капитального ремонта на общий котловой счете регионального оператора? Дело в том, что у нас, как я сказал, собираемость низкая и, соответственно, собственные неохотно платят. В этом плане я более чем уверен, что жители одного дома, создав себе специальный счет, не смогут накопить те средства, необходимые средства для проведения капитального ремонта, при наступлении срока проведения капитального ремонта в соглас программе. Поэтому здесь, в случае, если собственные помещения формируют фонда капитального ремонта на общий котловой счете, то средства, собираемые в других домах, в том же муниципальном образовании, могут быть направлены на проведение капитального ремонта вашего дома. И завтра, послезавтра, опять же, средства, которые вы платите, эти средства, опять же, на возрастной основе направляются на другой дом, опять же, согласно программе. Ну, я думаю, у телезрителей тоже возникли эти вопросы, поэтому озвучу. Во-первых, прозрачность этого специального счета. Я могу в любое время знать, сколько денег на этом специальном счете? Конечно, не только прозрачность специального счета, даже прозрачность общего котлового счета регионального. Любой собственник помещения в любое время может обратиться к нам в фонд капитального ремонта и затребовать выписку своего лицового счета. В любое время. Здорово. И последний вопрос пока к вам. Льготы. Кому предоставляют льготы? Есть категория людей, которые могут не платить взносы в фонд капитального ремонта? К сожалению, категории людей, которые в общей освобождаются от оплаты взносов на капитальный ремонт, нет в том плане, что согласно законодательству все собственные помещения обязаны ежемесячно перечислять взнос на капитальный ремонт. Но есть определенный круг лиц, которым положена компенсация за данные платежи, именно взнос на капитальный ремонт. Это все лица, которым присмотрены в 346-м постановлении правительства Республики Ингушетия, подпадают, так как взнос на капитальный ремонт, он включен в структуру оплаты за ЖКО, это статья 154-го ЖК РФ. И помимо этого, в соответствии с указом Президента РФ, в 2015 году в ЖКО были внесены изменения, а также были внесены изменения в закон об инвалидах, в соответствии с которыми в ЖКО были внесены изменения, дающих рекомендательный характер субъектной РФ принимать нормативные акты на уровне субъектной РФ, дающих право собственному помещению, проживающему на квартиру дома, достигших 70 лет, одинаково проживающим, компенсацию в размере 50%, а собственному помещению, достигшему 80 лет, то уже им предоставляется компенсация в размере 100%. То есть сначала они идут и оплачивают эти средства, но потом предоставляют необходимый пакет документов в отдел и субсидии, и согласно данного закона, 399-го Федерального закона, им обязаны вернуть 100% сумму, которую они оплатили. Помимо этого, в связи с внесением изменения закона об инвалидах, то же самое, в случае, если человек является инвалидом 1, 2, 3 группы, а также в случае, если семья проживает ребенок инвалид, то же самое, полагается льгота в размере 50%. Спасибо большое, Магомед. У нас в гостях Ислам Катиев, главный специалист отдела ЖКХ Министерства строительства. Ислам, какое отношение Министерство строительства имеет к фонду капитальный рум? Насколько я понимаю, вы их курируете, правильно? Да, правильно. И все ваши проблемы фонда, это фактически и ваши проблемы? Да, фактически это проблема Министроя на республиканском уровне и перед Федеральным центром, перед Министроем России, который курирует нас в этом направлении. И вообще перед Федеральным центром, насколько сложна ситуация сейчас с оплатой взносов перед Федеральным, скажем так, министерством? И перед Федеральным министерством у нас была сложная ситуация первые три года, когда сбор взносов составлял порядка 1,5-2%. Сейчас, после того, как Магомед Арханович возглавил этот фонд, уровень собираемости вырос до 36-37%. И после этого уже стало более-менее полегче, так сказать. А какую работу проводит Министерство строительства? Министроя России все равно постоянно говорит не останавливаться на достигнутом, постоянно вызывает на совещание. Вот Магомед Арханович недавно и в Нальчик ездил по этому вопросу. То есть, работает, 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 чтобы хотя бы до общероссийского уровня поднять этот уровень собираемости износов. А вот какую работу приходится проделать вам, Министерству строительства Республики Ингушетия, чтобы как-то пополнить чашу взносов, скажем так? Что вы делаете для этого? Ну, Минстрой именно по собираемости взносов, он такую существенную роль не играет по сравнению с фондом. Минстрой занимается непосредственно реализацией программы, самой программы капитального ремонта. То есть, это у нас утверждено постановлением правительства 32-14 марта 2014 года, республиканская программа капитального ремонта, которая включает в себя все вот эти 287 многократильных домов. Изначально программа, когда формировалась, она сформирована на основании данных, которые нам представили органы местного самоуправления. То есть, мы наняли со стороны специализированную организацию, мы предоставили информацию о всех многократильных домах, то есть, уровень износа каждого конструктивного элемента, год постройки, ну и так далее, и так далее, какие-то параметры. И сама уже программа нам рассчитала, в каком году каждый дом должен, какой вид работ должен проводить капремонт. Были такие случаи вот у нас, что, например, ну какой-то вид работ, например, в доме, да, например, стоит там на 25-й год. А реальная ситуация у него такая, что ему необходимо в ближайшие годы сделать капитальный ремонт. В этом случае вот совместно с представителями строительного надзора и администрации проводились обследования данных домов. И более позднего срока эти виды работ включались на более ранний срок для проведения капитального ремонта. Так же было и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м году. Так продолжается. Ну, желаем удачи, чтобы дальше продолжалось лучше. У меня вопрос снова, Магомед, к вам. Где лучше всего платят? В каком городе? Ну, лучше всего платят, конечно, у нас в районе, это Жиревский район, Арамхи. У нас там всего два дома. Два дома, да? Поэтому, да. Там у нас, если говорить уже за этот год, за 18-й год процент собираемости, оставляет почти 80%. Так далее у нас идет по собираемости. Это результат у нас идет Назрань, далее Корабулак и последующие остальные муниципальные образования. Самая худшая ситуация у нас, к сожалению, на сегодняшний день стоит в том сельском поселении Яндоре, о котором вы говорили. Это новый микрорайон. Несмотря на то, что буквально недавно наши работники там провели очередное мероприятие. То есть наклеили мы каждому подъезде, вывесили информацию о том, что у такого-то собственного помещения есть такая-то задолженность и просьба оплатить срок до такого-то. Но, к сожалению, эта работа таких результатов существенно не дала, что мы сейчас в данное время проводим. Поэтому, учитывая то, что, как я сказал, это влияет и в общем на, и авторитет, можно сказать, не знаю, и на руководство республики, мы уже с начала этого года активизировали присоединенную исковую работу. Если по конец 2017 года мы подали около порядка 1500-1600 исковое заявление, то с начала года, за 4 месяца мы подали около 600 исковое заявление, направили 4500 досудебного уведомления. То есть люди уже поняли, что придется рано или поздно оплачивать. Некоторые уже начали оплачивать, приходят, разъясняют. Бывают ли моменты, когда собственник приходит и просит также произвести рассрочку этого долга, идем на встречу, то же самое заключаем с ним соглашение о реструктуризации данного долга до 6 месяцев. И в данное время нами подготовленный пакет документов направлен в органы исполнительной власти, куривающие нас, административные республики, с просьбой направить соответствующие органы республики. Если будет принят нормативный акт в этом плане, то мы хотим запустить такую систему, уже мы согласовали это и с ассоциацией региональной операторой России. Если в случае, если собственные помещения будут оплачивать 100%, будут гасить свои долги, то мы уже будем списывать пени, начисленные за несоверенную оплату. Это в случае, если человек пришел и оплатит всю задолженность, образовавшуюся. А как платят жители города Магас? Вы знаете, учитывая то, что у нас в Магасе в основном помещения пустуют, и остальные помещения у нас даются в аренду, то есть к этим гражданам мы не можем ни направить их в суд, ни взыскать в каком-то порядке, то есть, когда житель должен оплачивать только собственные помещения. И учитывая то, что у нас самое большое количество домов расположено на территории города Магас, ну, процент неудовлетворительный, конечно, но по сравнению с прежде годами, то он более-менее. Уже с каждым годом он у нас чуть-чуть повышается. А вот у нас есть прошлогодний сюжет о том, как вы проводили рейд в Магасе, о том, как убеждали граждан, чтобы они платили взносы за капитальный ремонт. Давайте посмотрим, после вернемся. Ровная крыша, аккуратный фасад, пока многоквартирный дом не вызывает опасений жителей. Он новый. Пройдет немного времени, крыша прохудится, фасад потрескается, электропитание начнет давать сбои. Мария Мевлоева купила квартиру здесь два месяца назад. Женщина пока не понимает суть программы капремонт. Специально для таких жильцов сотрудники фонда проводят разъяснительную работу по каждому адресу. Я в этом ни в чем не разбираюсь. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Да, да. И что надо? Скажите, чтобы он обязательно присутствовал на сходе граждан. Программа капремонт проводится в регионе с 2014 года. За это время удалось отремонтировать 20 домов. В программу ремонта входят капитальные работы по замене крыши, реконструкции инженерных сетей, восстановлению фасады дома. Обязательное отчисление по капремонту гарантии и право жителей требовать от администрации реконструкции дома в чрезвычайном случае. Таких, как Морем, заинтересованных немного. Работу сотрудников чаще игнорируют. Приходится оставлять буклеты в дверях в надежде на сознательность жильцов. Размер взноса 5 рублей 90 копеек за квадратный метр. Дошу Баркинхоева только готовится к покупке квартиры. Сотрудника фонда она встречает радушно. Для нее это отличная возможность ознакомиться с программой перед въездом в собственную квартиру. Ежемесячно мне платить. Да, вам нужно ежемесячно присчитать взносы, исходя из 5 рублей 90 копеек за 1 квадратный метр. Ну, я это умножу? Да, умножите, вы говорите, что это 318 рублей. 318 рублей в курсе. А вот у меня вот на зоне есть ипотечный квартир. Это с первых дней платить или как? После того, как вы уже оформите собственность данной помещения. За три дня сотрудники фонда обошли 60 домов в Магасе, а это 300 квартир. Квитанция об оплате начнет приходить собственникам с конца августа текущего года. Как и другие налоги, послабление происходит для ветеранов труда, Великой Отечественной войны и других категорий льготников. В будущем такое отношение может сыграть против самих жильцов. Судебные иски за неуплату уже исчисляются сотнями. Разъяснительную работу сотрудники фонда продолжат уже в других городах региона. Ну вот такая вот ситуация была в 2017 году в нашей столице. Теперь, по словам Магомеда, уже лучше, да? Ну, взносы повышаются. У нас процент сообереженности помогают повышаться. Постепенно. Не такой результат, который хотелось, но есть динамика. Вот самый главный вопрос, для меня, наверное, самый главный. Через сколько лет после того, как сдается дом в эксплуатацию, и жители этого начинают платить за капремонт? Те дома, которые были включены в региональную программу, это старый жилищный фонд до его первоначального утверждения, это, как сказал коллега Ислам, до марта 2014 года, то эти собственные помещения начинают оплачивать взнос на капитальный ремонт по истечении 6 месяцев со дня утверждения региональной программы. Это у нас, получается, октябрь 2014 года. Те дома, которые были введены в эксплуатацию после утверждения региональной программы, это новые дома, да, и включены в региональную программу капитального ремонта. Допустим, в прошлом году был введен какой-то дом в Агасе, и он включен в этом году в региональную программу. То, соответственно, если он включается в январе месяце, 1 января 2018 года в региональную программу, то исчисляется срок 3 года, соответственно, законной республики Ингушетия. И по истечении 3 лет они начинают оплачивать взнос на капитальный ремонт. Понятно. А вот вопрос еще такой, что необходимо сделать, что должно случиться с домом, чтобы начался капремонт. Вот, например, приведу к живой примеру, да, из собственной жизни. Дома на Московской, у нас ранее, большинство из них с затопленными подвалами. Это не повод начать капитальный ремонт? Знаете, у нас много домов, которые проблемы с подвалом. Большинство у нас домов из старого жилищного фонда, которые, да, действительно нуждаются в ремонте именно подвальных помещений. Вот по Московской, был в 2014 году, по-моему, проводили капитальный ремонт в подвальном помещении 31-го дома. Состояние, которое было до проведения капитального ремонта, я не хочу даже говорить, я вспоминаю, плохо становится, но после проведения капитального ремонта данного подвального помещения, там сейчас у нас расположен спортивный клуб какой-то зал. Да, спортзал. Все шикарно, люди вроде бы довольны были. Чтобы включить данный дом или перенести сроки на более ранний срок, как я сказал, если есть такая острая необходимость, то нужно обратиться к органу исполнителя власти, соответственно, нам отпишут, мы создадим свою комиссию и совместно с Родзором в Республике, орган местного, самопробуем, выедем, проверим, обследуем и попробуем перенести сроки на более ранний срок. Но, есть одно но, мы не можем все перенести на более ранний срок и отремонтировать за один год. Почему? Потому что, во-первых, у нас нет на это средств. Собственные помещения, которые сегодня жалуются, что у них в таком состоянии находятся подвальные помещения, когда начинаешь выяснять, у них долги аж с 2014 года. Если они не оплачивают за какие средства, мы сегодня должны проводить этот капитальный ремонт. Тогда, когда, согласно законодательству, господдержки нету, республиканской поддержки нету, муниципальной поддержки нету, и с 2016 года все ремонтные работы мы обязаны проводить за счет тех средств, которые оплачивают в собственном помещении. Если нет этих средств, то смысл переносить эти виды на более ранний срок. Тоже верно. Отойдем немного от вашей деятельности. У нас в гостях Ваха Чемурзиев, это ведущий специалист отдела производственных отраслей и администрации города Магас Ваха. Ну, знаете, вот Магас, в принципе, новый город, да, и у нас новые дома, как было сказано в сюжете, очень много новых. Ну, старых домов нет в Магасе, вот есть в котором лет по 15-16, да, но вот в новых районах Магас уже есть дома, в которых затоплены подвалы. Вот как-нибудь люди жалуются, мы это знаем, что жалуются, и в администрацию. С этим как-то борются вообще? Капитальный ремонт совместно с администрацией города Магас, Как уже пояснил коллега Азраил, есть много разные вещи насчет текущего ремонта и содержания помещений, есть капитальный ремонт. Если в какой-то системе, инженерной системе, просто труба разрушена, и, значит, потоп канализации начался, то это вопрос, который может, не требующий решения фонда капитального ремонта, не требующий капитального ремонта, то есть в соответствии с жилищным законодательством расходы ложатся на собственников помещения, то есть люди не создают ТСЖ у себя в монокуративных домах, отказываются тоже уплачивать, заметьте, управляющие организации эти взносы за текущий ремонт и содержание, то есть не было бы этих вопросов, таких как лампочка в подъезде сгорела, подвал затопил и прочее. Ну, конечно, не взирая внимания на это, администрация города всячески привлекает подведомственные учреждения, водоканал, жилищно-коммунальное хозяйство, чтобы как-то помочь жителям уйти из этой ситуации. Мы неоднократно откачивали эти подвалы, вот по Горчханово, дом 6, там они систематически выкачиваются, есть по улице Мальсагова, тоже 51, 2, 3, тоже проблема с затоплениями. А вообще кто-нибудь пытался узнать, откуда всегда затапливаются, почему? Может, кто-то целенаправленно ломает эти трубы? Ну, в первую очередь, конечно, сами жители, живущие, собственники этих домов, это в их интересах должно было быть, выяснить, найти причину или выяснить, кто так недобросовестные дела творит у себя в доме. Не ждать до тех пор, пока ситуация станет удречающей, пока весь подвал затопит, а потом уже обратиться в город, что у нас такая проблема. Но до сегодняшнего дня такие проблемы населения мы старались не игнорировать, в общем, как-то силами, администрациями и подведомственных учреждений как-то помочь населению. А что касается, конечно, платежной дисциплины по линии фонда капитального ремонта, могу пояснить следующее. Как уже отметил Магомед, самый высокий уровень платежной дисциплины – это в Джейрасском районе, где есть два многоквартирных домов. То есть, соответственно, чем меньше многоквартирных домов, тем ситуация легче. Если вычесть, что в Магасе 141 дом, введенный в эксплуатацию, и 9 домов блокированы застройки, еще ряд объектов строящихся. То есть, согласно данным, представленным в Минстрое, на часть Магаса выходит более 36% всего многоквартирного жилищного фонда республики. И поэтому, при этом, это самое малочисленное муниципальное образование, как ответил Магомед, много квартир пустует. То есть, у нас более 6500 квартир, не считая ни жилых помещений, которые тоже не освобождаются от уплаты за капитальный ремонт. То есть, вот такая вот ситуация, поэтому частично возникает. А вообще, насколько администрация города Магаса содействует фонду капитального ремонта в том, чтобы жители платили взносы? Ну, конечно. Какая-то работа, разговоры? Недавно мы с представителем фонда капитального ремонта, правда, не было сюжета, не было... А надо было звать? Мы проводили работу, вышли на самые наиболее, где ситуация менее платежные, дома. Вышли, проводили разъяснительную работу. К сожалению, как мы видели в сюжете, многие не открывают, многие ссылаются на незнание. Но, наверное, в первую очередь, это немного нежелание платить. Вот, если... Я бы хотел тоже отметить, что если люди не согласны, жители не согласны с этими... Не знают, что с этими деньгами будет. Ну, и Магомед объяснил, что люди сами могут свой специализированный фонд развивать. Сами будут отслеживать, что, куда товарищество собственников жилья может быть собственником. И это товарищество собственник создаётся из числа собственников имущества в этом же доме. То есть люди могут сами отслеживать, куда вносить свои предложения. Если какая-то проблема раньше времени образовалась, там, крыша потекла, или инженерное обеспечение нарушено внутри дома, могут внести своё предложение. И не думаю, что Минстрой откажет, чтобы немного срок пораньше это как-то завершить. Понял. Спасибо. Дополнительно. Хотел бы сделать дополнение к тому, что сказал мой коллега. Нет. Ситуация как складывается. Есть определённые правила ремонта и содержания общего имущества на квартире в доме. Если нет там организации той работы по управлению, содержанию, ремонту и так далее, вот эти элементы инженерной инфраструктуры, они приходят к разрушению очень-очень быстро. Элементарно запорная арматура, которую можно было сделать по результатам ревизии, смазочку, она заржавела и в течение года она приходит в непригодность. И, соответственно, нам, как представитель оригинального оператора по капитальному ремонту, переносить все сроки проведения, мы не, не они, никто не в состоянии. Если будет изначально правильно эксплуатироваться то инженерное оборудование, которое расположено в данном доме, то и, соответственно, и проведение капитального ремонта тоже будет в более поздних сроках. А у нас зачастую, как вы отметили, по Московской, в городе Назрань, подвале на помещении затоплено не потому, что необходимо там провести капитальный ремонт, а из-за отсутствия должного контроля по содержанию и ремонту данного оборудования. А кто должен его содержать? Управляющая компания или же товарищество собственников жилья. Но необходимо отметить, что бремя содержания и ремонта несут непосредственно собственники помещения на квартиру дома. Понял. Переносимся в Сунжи, друзья. Тамерлан Ивлоев у нас в гостях, главный архитектор администрации города Сунжи. Ну, вот я на протяжении всей нашей программы пытаюсь вспомнить, сколько многоэтажных домов мы видели в городе Сунжи. Там были очень старые дома, еще построенные в Советском Союзе. Их, по-моему, три, насколько я помню. Новые многоэтажные дома есть вообще в Сунжи? Я просто не могу вспомнить. Салам алейкум. Алейкум салам. Есть вот, по данным, 17 домов в городе Сунжи построены до 1986 года. 1926 года. Это самые такие, ну, скажем, взрослые дома. С 1986 по 2010 год построены 4 дома. И уже после 2010 года 6 домов. Вот такие. Заселены вот те, которые заново построены? Ну, вот последние, которые еще не достроены. Сейчас должны скоро ввести в эксплуатацию. Семиэтажные дома. Они не заселены. По Асканово, высотный дом, который построен, он, скажем, ну, частично заселен. Там уже он введен в эксплуатацию. Квартиры уже, ну, есть свои собственники. Ну, такая же ситуация, наверное, как в Магасе. Собственник есть, но там практически не живет. То есть, там 90% квартиранты из 25% заселенных квартир. Ну, три года назад Сунжо получил статус города. И, естественно, это планируется, наверное, вы как архитектор, наверное, лучше знаете, планируется возведение многоэтажных домов в городе. Правильно? Да. И вообще, насколько платят люди вообще вот взносы? Ну, вот по платежам данного вопроса, конечно, ситуация, людям приходится это все объяснять. Все-таки, как вы уже сказали, что, скажем так, самый, наверное, молодой город не только в Ингушетии, и в России, наверное. Просто я как-то не слышал, чтобы... Моложе нет, да. Три года, да, какой-то город присвоили статус города в России. Поэтому проходит разъяснительная работа с населением, с собственниками, и не только с собственниками, с собственниками определить или провести с ним беседу очень тяжело. Но беседа проводится именно в выходной день, чтобы застать жителей дома. У нас каждую субботу рейдовые мероприятия с разными структурами. Это и представители МРСК, Союзного Кавказа, это по электричеству. Тоже сбор платежей. Это и ЖКХ, наши по ЖКХ. Вот именно с ними мы проходим по этим многоквартирным домам. С газовой службой такая ситуация. То есть как-то актуализировать вот эту всю деятельность по платежам, по всем направлениям. Работа происходит у нас. И самый платформный день – это суббота, наверное. Потому что остальные дни тяжело заставить людей дома. Не бывает никого. Понял вас. Спасибо большое. И самый главный, наверное, вопрос. Опять же, к Магомеду Кедриеву. Магомед, вам вопрос адресован. Что будет, если не платить взносы для капитального ремонта? Если не платить... Конечная инстанция какая? Инстанция – это судебные тяжбы. И в судебном порядке, в обязательном порядке будут взыскываться данные платежи. Но уже с учетом пошлины, госпошлины, с учетом издержек, которые сегодня, опять же, снимаются федеральными судебными приставами. То есть там сумма намного увеличится. Но хочу сказать, что и довести до себя собственному помещению, что эта работа будет продолжена. И мы сейчас в данное время уже имеем подтверждение того, что есть такая компания, Новосибирская компания, которая нам предоставляет услугу по внедрению и сопровождению информационной системы по базе собственного помещения, есть у нас уже с ними договоренность о том, что буквально с этого месяца они нам предоставляют услугу в этой системе, в соответствии с которым мы можем уже автоматически в порядке формировать исковые заявления. Это облегчит задачу. Я думаю, если это случится, то до сентября-ноября месяца мы охватим всех собственного помещения, нам это удастся, и подадим, можно сказать, на всех суд уйти. К сожалению, это никому не удастся. Но, опять же, здесь же мы при подаче этих судебно-исковых заявлений, заявления о внесении судебных приказов, и в дальнейшем в заскании мы, опять же, сталкиваемся с такими проблемами. Если судами у нас более-менее однодолжена уже работа, выгодили неоднократно на председателя правительства, выгодили неоднократно на председателя Верховного суда Республики, уже есть динамика в этом вопросе, есть продвижения какие-то, есть более такие взаимодействия с мировыми участками, то остается открытым вопрос по службе судебного пристава, то есть по исполнительному производству. Смотрите, если мы в нас в настоящее время подали около 2000-сковых заявлений на общую сумму 22 миллиона рублей, принято уже решение, 1348 решения судьями уже принято. Соответственно, они направляются в судебный пристав. Это на сумму около 13-14 миллионов рублей. Если бы эта сумма была бы взыскана, была бы проведена работа по исполнительному производству, то у нас процент сегодня составлял бы не 36%, а около 70%. Здесь тоже тормозит эту работу, независимо от нас. Мы свою работу в этой части делаем. Делаем, в плане подаем исковые заявления, и в дальнейшем это уже работа судей и судебного пристава. Это один вопрос. Второй вопрос. В тот момент, когда у нас были проблемы с мировыми участками, то мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости создания в республике единого платежного документа. В том числе, если будет такая возможность, было бы вообще хорошо, и дополнительно создать в республике единые расчетные кассовые центры. Что это даст? Сегодня, допустим, мы подаем заявление в суд, да, подает заявление в суд Водоканал, МРСК, Газпром, или какая-то управляющая компания. Получается, 4-5 дел у судей лежат. И, соответственно, судья сегодня жалуют на то, что они загружены. Да, действительно, мы понимаем в этом плане. То есть, если бы был единоплатежный документ, все эти платежи были бы в одном листе, можно сказать, в формате А4 на одном документе. И, соответственно, при подаче, опять же, в суд, это было бы уже одно решение. И, соответственно, мы снимали нагрузку, а также мы экономили бы средства на эти бумаги, которые мы ежемесячно направляем, каждая организация от себя направляет и в суд, и в собственном помещении, и тратят и госпошлины, и средства бюджета. Эти предложения у нас были, к сожалению, на сегодняшний день. Это результат таких не дает. Я почему это говорил? Потому что мы выезжаем регионы, именно соседние регионы, там, взять, если, например, Дагестан, у них по одному району была проведена такая работа, создание ЕФВД и расчетное кассовое средство. Там мы наблюдаемся, и есть динамика, что значительно увеличились взносы на капитальный ремонт. Значительно они увеличились. Все? Спасибо большое. На самом деле, друзья, нужно платить, это действительно очень полезная вещь. В принципе, оплата-то небольшая. Вы слышали в сюжете, что это 318 рублей получалось. В среднем, да, зависимость от квадратуры. Поэтому, друзья, платите взносы за капитальный ремонт и в случае чего ваш дом отремонтируют в любое время, когда, не дай бог, вдруг что-то случится. Меня зовут Амир Сычоев. Это была программа «Главное». Смотрите «Энтерга Ингушетия». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова